МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Юрген. Крик криминал-комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Дискотека на реке. Пьяные приключения после семейной ссоры. Алкогольный клондайк. Водка-паленка и табак в полцены. Виртуальный капкан. Криминальные соблазны. Социальных сетей. Благодаря бдительным сыктывкарцам, стройники ГИБДД привлекли к ответственности пьяного водителя. Громкая музыка и ночные танцы посреди речной переправы в поселке Заречье не понравились местным жителям, и они вызвали полицию. Однако добровольно сдаваться нарушитель общественного порядка не захотел и попытался оторваться от патруля ДПС во дворах. Чем закончилась погоня, знает Антон Булаев. 9 марта громкая музыка и ночные крики разбудили всю округу в столичном местечке Заречье. Нарушителем спокойствия стал владелец внедорожника, который устроил дискотеку прямо на речной переправе. На место происшествия подоспели сотрудники ГИБДД. Заметив патрульную машину, водитель попытался скрыться. Нарушитель на своем внедорожнике рванул по грунтовке. Однако на узких дворовых проездах оторваться от экипажа ДПС у него не получилось. Водитель автомашины, останавливайтесь, глупости не делаем. Вскоре Нива заехала в тупик. Водителя задержали. Молодой человек пояснил, что он поругался с супругой, после чего сел в автомобиль, проехал по городским улицам, в свою очередь выпил спиртного, сколько он не помнит. Прямо в патрульном автомобиле водитель согласился пройти тест на алкоголь. Идет анализ. Прибор показал 0,596 мг на литр вдыхаемого воздуха. Установлено состояние опьянения. Данным прибором допустимым у нас 0,160. То есть получается, грубо превысили в три раза. Было установлено, что транспортное средство, которым он управляет, не зарегистрировано в установленном порядке. Также было установлено, что у него отсутствует страховой полис ОСАГО и был составлен административный материал за невыполнение требований сотрудника полиции об остановке. Шансов помириться с любимой женщиной у водителя Нивы теперь немного. Ведь из-за его ночных похождений семейный бюджет похудеет почти на 40 тысяч рублей. Кроме того, мужчине придется распрощаться с правами как минимум на полтора года. Они ловят взяточников и фальшивомонетчиков, выявляют мошенников и казнокрадов, прикрывают подпольные горные заведения и точки по продаже нелегального алкоголя. И все это сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Сегодня они отмечают профессиональный праздник и 80-летний юбилей. Слегка подзабытая советская аббревиатура БХСС, еще недавняя БЭП, а теперь более сложная на слух ЭБ и ПК. Новое поколение борцов с экономическими преступлениями достойно продолжает традиции наставников. Самая крупная операция прошлого года в КОМИ, в репортаже. Константина Куратова. Табачная продукция где у вас хранится? В ПРАДСКО. Дальше, да? Да. В маленькую лавку по продаже табачных изделий в Сыктывкаре оперативники нагрянули в октябре прошлого года. На стеллаже с пачками сигарет были обнаружены ценники ниже минимально разрешенных в России. Щедрость коммерсанта позже объяснили эксперты. Специальные федеральные марки оказались липовыми. Такую подделку госзнака полицейские уже видели не впервые. Сам владелец сети торговых точек попал в поле их зрения в январе 2016-го. Причем не только из-за сомнительного табака, но и алкоголя, который тоже продавал за полцены. Сотрудниками подразделений экономической безопасности проводилось неоднократно рейды по торговым точкам, где реализовывалась алкогольная и табачная продукция с признаками контрафакта. Однако индивидуальный предприниматель, зная, что данная продукция является контрафактной, продолжал свою преступную деятельность на протяжении всего 2016-го года. Контрафактные товары изымались в магазинах коробками, а бизнесмен лишь разводил руками. Дескать, не знал и все вину перекладывал на поставщиков. Вами, либо вашими сотрудниками данная алкогольная продукция реализовывалась в магазине? Нет, я не реализовывала. Указания продавцам продавать его не давали, да? Нет. Известно вам было о том, что эта водка продавалась? Нет, нет, нет. Указания в водке откуда в магазине появились? Я не помню. Вы ее приобретали или у кого-то получили в дар, либо за какие-то услуги, помните? Не помню, это уже столько времени прошло. Предупредив забывчивого коммерсанта об уголовной ответственности за нелегальную торговлю, борцы с экономическими преступлениями провели целый комплекс оперативных мероприятий. И несмотря на предпринятые бизнесменам меры безопасности, доказали факт продажи, проведя несколько проверочных закупок. С каждым изъятием он был более осторожным, в том числе инструктировал свой рабочий персонал, как надо действовать. Уже открыто на прилавках данный алкоголь не стоял, то есть невозможно было увидеть гражданин. Люди знали, те, которые постоянно приобретали, как правило, мелкие предприниматели, частные лица, они знали, что данные предприниматели реализуют поддельную алкогольную продукцию и, естественно, уже приобретали из-под полы. Финальный этап операции наступил в ноябре, когда оперативники установили подпольные склады, где у предпринимателя хранился нелегальный товар. В одном из них, обычном автомобильном гараже, обнаружили 100 тысяч пачек сигарет на 8 миллионов рублей. Во втором хранилище, настоящем ангаре, полицейских ждали уже горы коробок, почти 2 тысячи блоков табачной продукции, 20 тысяч бутылок водки, тысяча литров коньячного напитка, внимание, в канистрах. Все это добро, по предположению силовиков, должно было разойтись по сыктывкарским барам. Коньяк на розлив, пожалуйста. Так, сигареты. Примечательно, что из легальной продукции здесь было свыше 7 тысяч фунфыриков парфюмерно-косметической жидкости. Продажа спиртового суррогата тогда, за месяц до массовых отравлений в Иркутске, еще не была под запретом в России. Но полицейские их все равно изъяли для последующей проверки. По факту нелегального хранения и продажи немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 6 лет колонии со штрафом до миллиона рублей. Теперь следствию предстоит установить сообщников предпринимателя, который, несмотря на предостережение, никак не хотел отказаться от нелегальной торговли. За групповое изнасилование придется ответить двум ранее судимым сыктывкарцам. В начале февраля они напали на девушку, которая ночью возвращалась домой со студенческой вечеринки и рискнула пойти одна по темным переулкам. Своё гнусное преступление они совершили на лестничной площадке малосемейного общежития. Дикие уличные нравы в репортаже Евгения Ершова. Меня сюда привезли, я попросил сделать ябку с повинной. Молодой человек, несмотря на свой возраст, ему всего 21 год, в процессуальных нюансах разбирается уже неплохо. За плечами условная судимость за кражу. И вот новый эпизод. В ночь на 9 февраля молодой человек бесцельно прогуливался с приятелем в столичном местечке «Строитель». Внимание парней привлекла девушка, которая одна шла по улице Катаева. Они сразу начали её преследовать, а затем решили изнасиловать где-нибудь в подворотне. Напали в итоге прямо во дворе школы. Один повалил на снег и закрыл рот рукой. Следом последовали угрозы убийством и принуждения к интиму. Рот закрывала, сказала, заткни с ней, ади. Ещё раз. Сказала, заткни с ней, ади. Дальше она сказала, что не буду, нормально всё будет. Её подняли. Говорит, либо жёстко будет, либо нормально, но тихо. Потому что ей понравится, а так вот, как бы, говорил. Девушка соглашалась? Она была напугана, тушь чуть-чуть текла у неё. То есть она плакала? То, что плакала, не видел. Но тушь была размазана. Подельник постарше схватил шокированную девушку за руку и потащил за собой. Довёл до малосемейного общежития, где раньше когда-то проживал. Втроём они поднялись на третий этаж. Перепуганная студентка просила её отпустить. Но озверевшие к тому моменту парни насиловали беспомощную жертву сразу вдвоём. Причём прямо на лестничной площадке, не опасаясь жильцов, которые могли стать случайными очевидцами. После преступления злоумышленники проводили потерпевшую до дома. Взяли у неё номер телефона и пригрозили жестокой расправой, если она обратится в полицию. Утром того же дня они оба начали названивать девушке. Один, как пояснил, что хотел, осознал, что он совершил преступные действия, да, причём тяжкое преступление, и решил загладить по возможности вред, причинённый ей, как он пояснил. Приглашал её там в кафе. Второй требовал ещё встречи, чтобы мне понравилось, я хочу ещё. Девушка была настолько напугана перспективой оказаться в сексуальном рабстве, что уже даже думала покончить с собой. К счастью, вовремя рядом оказалась подруга. Она и убедила не бояться преступников и обратиться в полицию. В тот же день оба насильника были задержаны. Молодой человек, который сильно сожалел о случившемся, сразу во всём признался. Второй, который ранее уже сидел в колонии, свою вину поначалу отрицал. Впрочем, чуть позже всё же покаялся. Теперь за групповое изнасилование и иные действия сексуального характера обоим грозит по 10 лет лишения свободы. Столичные полицейские по горячим следам раскрыли кражу ветровки. 5 марта в полицию обратился с заявлением представитель магазина спортивной одежды. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что в торговый зал зашёл посетитель. Взял куртку за 4000 рублей и направился в примерочную. Несколько минут молодой человек был в кабинке, а затем спешно пошёл к выходу. Однако пройти через антикражное ворота незамеченным парню не удалось. Сработала сигнализация, и тот побежал. Догнать его сотрудники магазина не смогли. Вскоре, по обозначенным приметам, наряд в неведомственной охране у МВД Соктовкара задержал молодого человека. Похитителем оказался ранее судимый Соктовкарец 1997 года рождения, который, несмотря на свою молодость, уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Оказалось, студент колледжа похитил ветровку, надев её под верхнюю куртку, рассчитывая на то, что датчики на одежде не сработают, и он покинет торговый зал незамеченным. Похищено, изъято и возвращено в магазин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Общаясь с подругой в социальной сети, жительница Печоры лишилась более 14 тысяч рублей. Оказалось, страницу знакомой взломали аферисты, и от её имени предложили потерпевшей подключить очень выгодную опцию к её банковской карте. Не заподозрив обмана, женщина передала мошенникам все коды и пароли, тем самым дав доступ к своим счетам. И подобных случаев становится всё больше. Мошенничество и вымогательство в социальных сетях активно набирают обороты. Как не стать жертвой преступления и сохранить свои избережения, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Желесова. Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь. Утро у многих начинается не с кофе, а с проверки страницы, прочтения новостей или сообщений от друзей. С помощью всемирной паутины можно познакомиться с интересными людьми, найти работу, снять квартиру, либо приобрести разнообразные товары по низким ценам. Однако не стоит забывать, что современные интернет-коммуникации между людьми давно стали родным домом для мошенников и шантажистов. Самый распространенный способ совершения преступления – это взлом страниц. Получив доступ к аккаунту пользователя, мошенники рассылают от его имени друзьям разные просьбы – одолжить денег, сообщить номер банковской карты и иные реквизиты. В таких случаях нужно сразу позвонить другу и убедиться в подлинности сообщения. Второй способ – это шантаж. Злоумышленник получает доступ к личной переписке взломанного пользователя, а иногда и к его выложенным интимным фотографиям. Под угрозой разглашения требует крупный выкуп. Поэтому в соцсетях нужно быть предельно аккуратным и позаботиться о своей безопасности. Чтобы не стать жертвой взлома страниц в социальных сетях, чаще меняйте пароли. Хотя бы раз в две недели. Усложняйте данные пароли буквенными значениями. Никогда не ставьте один код во всех социальных сетях, в электронной почте. Обращайте внимание на ссылки, которые сбрасывают вам друзья и особенно незнакомые вам лица. Привязывайте свой аккаунт к номерам мобильного телефона. Социальные сети уже давно стали платформой для совершения сделок купли-продажи. Многочисленные группы предлагают различные товары по низким ценам. Однако часто эти магазины являются фейковыми, липовыми. Первое, что должно насторожить – очень низкие цены. Второе – частичная или полная предоплата за товар. Перечислив указанную сумму, вы рискуете остаться без всего. Мы зашли на сайт в социальной сети ВКонтакте. Написали одной женщине, ну понравилось пальто. И по цене приемлемо. Заказали пальто. Она сказала, да, есть в наличии, мой размер. Мы с ней списались, я ей все написала, куда, что, индекс. Потом она сказала, скину деньги на Яндекс. Я туда скинула с мобильного банка. Когда я ей уже написала где-то спустя три дня, в итоге меня заблокировали. Заходя в различные паблики, группы и даже листая новости, можно наткнуться на жалостливые призывы помочь деньгами больным детям. Или обездоленным людям. Среди настоящих горьких историй немало и придуманных, благодаря которым циничные мошенники с миру по нитке собирают огромные суммы. Поэтому, чтобы не обжечься на проходимцах и по-настоящему помочь нуждающимся, стоит тщательно проверять информацию. Самая надежная защита от кибермошенников и шантажистов – это, разумеется, полный отказ от интернета. Но в нынешнее время информационных технологий это, увы, невозможно. Социальные сети перестали быть обычной забавой и стали неотъемлемой частью нашей жизни. Будете придерживаться элементарных правил безопасности? Комфортное общение без горьких разочарований вам обеспечено. На этом наш выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Нашу программу можно найти на сайте yurgan.rf. Следующий обзор чрезвычайных событий Республики проведет во вторник Таисия Жакова. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова